На одной сцене единство традиций разных народов. Во Дворце культуры региональной столицы прошел весенний концерт, участие в котором приняли государственный ансамбль танца Эльбруса и вокально-инструментальный коллектив Любава. За их совместным выступлением наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Даже если изначально этот концерт не планировался, его без сомнения надо было провести. На сцене Дворца культуры города Черкеска встретились два разноплановых коллектива, каждый из которых имеет помимо популярности у зрителей внушительный послужной список наград. Это у нас первое мероприятие подобное. Обычно мы выступаем сами, сольные концерты у нас проходят. А сейчас вот совместно у нас пройдет с Эльбрусом, с государственным ансамблем. То есть мы хотим как бы разбавить национальный колорит с казачьим колоритом, чтобы было интересно людям послушать и казачью песню, и посмотреть национальные танцы. Народы нашей республики должны видеть искусство, свои коренные традиционные танцы. Поэтому мы решили в этот раз как-то поэкспериментировать, как бы так сказать. Поэтому будет, думаю, что хорошо, потому что партнера мы выбрали достойного. Получилось действительно интересно. Пришедшим в этот день во Дворец культуры ценителям искусства скучать точно не приходилось. И поклонники национальных танцев, и любители казачьих песен потом еще долго оставались под впечатлением от увиденного и услышанного. И мало кого в эти минуты интересовало, насколько тяжел на самом деле труд артистов. Насколько на практике, на тренировках трудно то, что зритель видит как легкость в танцах? Значит, работа физическая нелегкая. Для того, чтобы добиться на сцене вот этой легкости, непринужденности, очень идет за этим кропотливая работа. Казалось, что следовавшие друг за другом номера будут продолжаться бесконечно. Впрочем, в данном случае вряд ли кто из зрителей был бы против того, чтобы смотреть на эту красоту как можно дольше. К слову, в ближайших планах руководителей двух коллективов поставить и совместный номер, где одновременно можно будет наблюдать за оригинальным казачьим фольклором и неповторимыми зажигательными танцами кавказских народов. Артур Махцера, Солбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.